Как изменить стоп-кадр на видеоролике, который вы загрузили напрямую на Facebook. Это видео я вижу полезным для тех людей, которые нацелены на развитие интернет-бизнеса. Возможно, вы сейчас только находитесь в поиске бизнес-предложения. Возможно, у вас уже есть направление, которое вы развиваете. И если вы хотите, либо уже используете Facebook для продвижения своего бизнеса, то, соответственно, вы либо уже используете, либо будете использовать видеоконтент. Некоторые, возможно, из вас не понимают, для чего загружать видео именно на Facebook, а не использовать ссылку из YouTube. То есть, если вдруг вы ролик загрузили уже на YouTube. Оказывается, что Facebook не очень любит продвигать сторонние сервисы. То есть, вот так делать неправильно, когда вы загрузили видео к себе на канал на YouTube. И потом берете здесь, копируете ссылку и вставляете к себе на Facebook. Таким образом, у вас здесь появится предварительный просмотр и картинка из YouTube подтянется автоматически. Но она уже будет сразу с тем стоп-кадром, который вы загрузили на YouTube. Но на самом деле, так делать неправильно, потому что Facebook охотнее продвигает ролики, которые вы загружаете напрямую, соответственно, на Facebook. Поэтому здесь со стоп-кадром может получиться интересная ситуация, если вы оставите все на усмотрение самого же Facebook. И может так случиться, что вы будете или на стоп-кадре с закрытыми глазами, или просто у вас будет неудачное какое-то либо выражение лица, либо еще что-то, то, что вы не хотели бы, чтобы то, что не привлечет, а наоборот, оттолкнет ваших потенциальных клиентов или партнеров. Итак, что же нужно сделать? Когда вы загрузили видео на Facebook, уже, допустим, сделали даже публикацию, вот что вам нужно сделать. Вы поднимаетесь вверх своей страничке, находите здесь вкладку «Видео» и здесь выбираете «Видео», «Ваши видео». Здесь вы находите видео, которое вы хотите редактировать. В моем случае давайте посмотрим. Вот я на примере видео, которое я только что загружила. И здесь выбираем «Редактировать видео». И вот именно здесь вы можете изменить миниатюру. То есть, это как раз тот стоп-кадр, который будут видеть ваши подписчики в их лентах новостей. Здесь есть 10 вариантов миниатюр и наверняка из 10 вы что-то подходящее-то найдете. Видите, да? Здесь не совсем удачный стоп-кадр. Здесь тоже. Здесь тоже. Вот. То есть, это не то, что я хотела, чтобы видели мои подписчики. Поэтому я выбираю более подходящий стоп-кадр и останавливаюсь на этом. Также здесь вы можете поменять название ролика, чтобы также его легче было найти на Facebook. И также те данные, которые вы считаете нужным. Например, вот категория. Изначально ролик загружается в категорию «Другое». Вы можете выбирать категорию, в которой вы хотите, чтобы ваше видео находилось. И также именно целевая аудитория его могла увидеть. И Facebook сам понимал, из какой категории ваше видео. Также здесь вы можете настроить конфиденциальность и сохранить. Таким образом, на вашем видео на Facebook будет установлен именно тот стоп-кадр, который вы считаете наиболее удачным. И ваши подписчики, ваши потенциальные партнеры и клиенты также увидят именно тот стоп-кадр, который, по вашему мнению, привлечет их внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте лайк. Если возникли какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях. И подписывайтесь на мой канал, потому что в ближайшее время на нем будут новые обновления и много полезной информации.